Однажды у меня уже было видео о том, как организовать воду через накопительную емкость. Первое видео было о том, как организовать воду с готовой накопительной емкостью. Второе видео я делал о том, как организовать воду через накопительную емкость в частном доме. Но проблема слабого напора воды бывает не только в загородном доме, но и очень часто такое случается в городских квартирах. А в городской квартире, как правило, места много не бывает. Часто накопительную емкость нужно придумать, где расположить таким образом, чтобы ее можно было снять в любой момент и помыть. Но и это еще не все. В городской квартире нельзя установить любой насос, либо любую насосную установку. Дело в том, что уровень издаваемого шума и вибрации имеет большое значение. И в этом видео я покажу, как мы организовали водоснабжение в квартире через накопительную емкость. Проблема обычная. В квартире не то, чтобы давление маленькое, а в квартире еще и маленький объем подаваемой воды. Поэтому установить насос просто на трубу, чтобы он вытягивал из стояка, нет никакой возможности, потому что мы бы лишили соседей воды. Стояки уже заменены и они новые. В квартире новая система водоснабжения, которая была сделана до нас из полипропиленовых труб. Договориться с обслуживающей компанией для того, чтобы решить как-то проблему с водой было невозможно. Поэтому и было принято решение установить накопительную емкость с насосом. Нашли два подходящих бака объемом по 70 литров. Эти баки подвесили к потолку, пожертвовав некоторой кладовочкой. Подобная кладовочка есть в старых городских квартирах в переходах между прихожей и кухней напротив санузла. Обычно в эти кладовочки складывают соленье, варенье, редко используемую посуду и прочие нуждики. В общем, сей бардачок был демонтирован и на его место встали два бака, подвешенные на анкера. Баки подвешены таким образом, в том числе и обвязка сделана таким образом, что практически в любой момент можно открутить все, снять баки и помыть их. На вводе бака была установлена трубка диаметром 15 мм, а место, откуда насос забирал воду, была установлена трубка 20 мм. Хочу обратить внимание, что трубка диаметром 20 мм близка по внутреннему диаметру к трубке 32 мм из полипропилена. А зачем нужен такой диаметр, я вам расскажу в видео, где я буду показывать и рассказывать о том, как подобрать насос в вашу водопроводную систему. Эти трубы будут спрятаны коробом на стене и натяжным потолком сверху, поэтому здесь не было цели соблюсти идеальную симметрию и ровность этих труб. Забор воды, как видите, сделан внизу бака, что собственно логично, а подача воды сделана вверху следующего бака. Подача заканчивается поплавковым клапаном. Это механическое запорное устройство, по сути, то же самое, что и в унитазе, только немножко большего размера. Наружная резьба этого клапана 1 дюйм, а трубка у нас 15 мм с фитингом 1,2 дюйма. Поэтому нам пришлось использовать соответствующий переходник. В этот переходник была просто установлена прокладка и завинчена. Для того, чтобы связать 2 этих бака, были использованы 2 фитинга для резервуаров диаметром 1,2 дюйма и мы связали это дело трубкой 15 мм. Между баками на этой трубке мы установили сливной кран. Если вы будете делать аналогичную систему, то я бы рекомендовал вместо штуцеров 1,2 дюйма и трубки 15 мм использовать хотя бы 3,25 и 20 мм. То есть сделать проход большим диаметром. Дело в том, что в моем случае через 15 мм трубку вода в первый бак перетекала чуточку медленнее, чем забирал ее насос. Подключение в разные баки было сделано с той целью, чтобы обеспечить циркуляцию воды. Но гораздо лучше циркуляцию воды вы можете обеспечить, если вы подключите воду с обратной стороны бака. Если у нас подача и забор воды спереди, то циркуляцию, перетекание из одного бака в другой необходимо сделать сзади. Для того, чтобы вода не застаивалась и циркулировала более активно. В нашем случае не было технической возможности сделать таким образом, поэтому перетекание жидкости было организовано с той же стороны, где осуществлялась подача и забор воды. На поплавковый запорный клапан я рекомендую установить удлинительную трубочку-шланг, который будет удлинять поток практически до самого дна бака. Делается это для того, чтобы не было слышно шума набора воды в бак. Оба этих бака были обвязаны трубками канализации. Эта сливная трубка играет две важные роли. Первое это обеспечение притока воздуха. Когда наполняется вода, воздух из бака вытесняется и он свободно выходит. Когда насос забирает воду из бака, в баке, соответственно, создается вакуум и таким образом воздух попадает обратно в бак. От некоторых людей я слышал, что мы не будем устанавливать накопительную емкость, потому что мы слышали, что у соседей баки со временем сжимаются и их приходится менять. Такие баки, конечно же, будут сжиматься, потому что насос, вытягивая воду, создает там вакуум. Если нет притока воздуха, следовательно, баку ничего не остается, как просто сжаться, если на то хватит сил насоса. Поэтому, чтобы такого не было, вам необходимо либо ставить перелив, либо ставить клапан, который будет подавать туда воздух в случае разрежения в баке. Вторая важная роль заключается в том, что если клапан по Плавкову по каким-то причинам не сработает и вода будет продолжаться набираться в бак, а насос не будет забирать воду, то вода будет течь не на пол, а будет течь через перелив в канализацию. Подключение в канализацию мы организовали с разрывом струи в соответствии с санитарными нормами и был использован сухой сифон диаметром 40 мм. Что такое сухой сифон? Я уже делал об этом видео. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Позже посмотрите. Систему водоснабжения мы не переделывали. Мы просто между счетчиком и квартирной разводкой врезали свою насосную систему. При всем при этом сделали перемычку для того, чтобы можно было пользоваться системой без насоса на случай, если насос на какое-то время будет демонтирован, либо если в системе возобновится давление воды. Как видите, в этой системе неправильно установлены косые фильтры для грубой очистки воды. Чтобы не переделывать данную систему, на этот случай есть также два решения, о которых я также говорил ранее. Ссылочки на эти видео я оставил в описании. Первое решение это установить инвертор протока от компании Valtech, который переворачивает поток в обратную сторону. Собственно в видео вы это все увидите. Второй способ это установить универсальный фильтр. И об этом тоже есть видео. Ссылочка в описании. Ну а сердцем всей этой системы выступила насосная станция Grunfuss Scala 2. На момент, когда мы монтировали эту систему, насосная станция Scala 2 только-только появилась. И она была выбрана только за счет того, что она имела минимальный уровень шума и частотный преобразователь. Частотный преобразователь это значит, что скорость вращения крыльчатки насоса зависит от того, какой расход воды в системе в текущий момент. Открыв один краник, насос крутится немножко. Открыв четыре краника, насос крутится как можно быстрее для того, чтобы накачать требуемое давление в систему. Вот такая вот система подключения накопительной емкости в городской квартире. Если это видео наберет количество просмотров равное числу подписчиков, то я на сайте выложу схему подключения этого узла из разных материалов. Так что ставьте лайки, пишите много комментариев для того, чтобы это видео было показано как можно большему числу заинтересованных зрителей. Единственное, пока не постите на пикапу, потому что мне прямо сегодня ночью придется рисовать схему и писать список материала. Надеюсь, это видео для вас было полезным. На этом все. С вами был Артем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok